Приветствую вас. Наверное, вы и сами понимаете, что предположения останутся всего лишь предположениями, не более того, потому что, видишь ли, если в качестве библиотерапии человеку дали подобные задания, что интерпретировать то, что он сказал, может только его терапевт, его врач, его психолог. Мы человека не знаем, и поэтому высказывать какие-то предположения, конечно, можно, а я даже свои предположения какие-то выскажу. Вот, но хочу сказать, что вы затели очень проигрышную игру, в том смысле, что вы не идете напрямую, да, вы не используете прямой диалог, вы не используете прямой контакт с человеком, а вы используете какие-то обходные пути, которые, ну, никак, просто никак, они не соответствуют какому-то доверию, да, между вами и молодым человеком. Вот, то есть, никак, это сделать невозможно. Вот, поэтому, если человек вам дорог, действительно, действительно, если вам человек дорог, то я рекомендовал бы все-таки, несмотря на то, что вы, там, расстались, несмотря на то, что вы сейчас не имеете, вот, я рекомендовал бы вам все равно, идти с ним на контакт, вот, как-то взаимодействовать с ним, и уже, уже, вот, именно на основании этого взаимодействия уже что-то делать, вот, а так, вот, как вот вы действуете сейчас, ну, это слишком, знаете, несерьезно. То есть, если мужчина вам дорог, да, у него явно есть проблемы какие-то, вот, ну, я имею в виду у самого человека, да, у него есть проблемы, ну, раз ему порекомендовали библиотерапию, вот, и вы их, если вы сейчас, к примеру, да, вот, нарушите доверие, которое, которое, вполне возможно, вы уже, уже нарушили, уже потеряли, вот, раз расстались с ним, вот, то вряд ли тому же мужчине, да, это пойдет на пользу, вот, поэтому моя рекомендация здесь, она будет такая, да, если вы за него переживаете, если вы за него волнуетесь, это, безусловно, очень хорошо и здорово, но делайте все-таки это более таким, ну, приемлемым путем, да, вот, то есть, старайтесь все-таки, вот, на основании искренности выстраивать отношения, а не на основании каких-то таких историй, что вы пытаетесь окольными путями там что-то узнать, вот. Дальше идем, значит, вы пишете, значит, глубоко внизу я являюсь матерью в качестве, так, глубоко внизу или от матерью, беспокойной душой на столкновение грома и огня, я не пятно расплашенное на земле. Ну, если честно, вы бы полностью состворение привели бы лучше с хранением формата автора, вот, а мы все здесь, нет, нет ритма и несколько сложно, сложно это воспринимать. Первая часть говорит о важности для мужчины стабильности, ну, вот, а вторая часть говорит о его тревожности и о том, что он стыдится своих чувств, стыдится своих каких-то мыслей, импульсов, давайте назовем это импульсы, вот, стыдится он своих импульсов, даже они его как-то вот, ну, как-то беспокоят импульсы, считает он это системопорочным, вот, и для него очень важно быть безопасным в безопасности и быть комфортным. Это можно интерпретировать так, что человек хочет чувствовать себя более, ну, более, так скажем, определенно, то есть слишком много у него именно неопределенности в жизни, слишком много небезопасного, слишком много сонтанного. Так, по крайней мере, это интерпретирую я. Возможно, мужчине не хватает любви, не хватает принятия и у него есть глубокое убеждение в том, что его не принимают, его не принимают, ну, не принимают таким, как он есть и принять, собственно говоря, не могут. Вот. То есть понятно, что дело здесь не баз, да, а именно дело в том, что дело в его отношении к себе, самому. Вот. Хотя это, безусловно, и является, ну, приводным таким симптомом. Вот. Дальше. Значит, в своем дополнении, в дополнении к запросу вы пишите следующее. Я давний друг упомянутого пациента, а какое заболевание у пациента, что вы его пациентом называете, с которым, к сожалению, наш компакт разорвался по неясным причинам. А что это за неясные причины? Не защитите меня, пожалуйста, как-то, ну, каким-то грубым или циничным, или как-либо еще, но, как правило, в таких случаях отношения завершаются лишь по той причине, что люди оказываются не готовы перейти на новый этап отношений. То есть у кого-то из вас возникли чувства более сильные к партнеру, вот. И вы оказались оба не готовы к этому, к этому, ну, к такой вот истории, по факту. Опять же, я не хочу сказать, что я вас собрал здесь, вот. Но есть, есть достаточно большой риск, достаточно большая вероятность того, что это именно так. Вот. Если я отдаю себе отсчет в том, что, ну, возможно, ошибаюсь, возможно, я ошибаюсь, я отдаю себе в этом отсчет, отсчет. Вот. Вот. Но, тем не менее. Тем не менее. На мой взгляд, это кажется важным. Обметить. Такой, такой момент. Да. Данный человек не дорог. Дорог, эээ. Чем дорог? Почему дорог? Я бы хотел хоть чуточку получше узнать его в интернете, так как хочу показать, что он не один. А вы думаете, что, вот, как вы говорите, узнав его получше, вы думаете, покажите ему, что он не один? Я не думаю так. То есть даже если, даже если это действительно сработает, даже если, то все равно это будет своего рода выстрелом в небо, то есть вы угадаете что-то. Вот. Эээ, а что будет потом? Что будет дальше? Вы дальше так и будете пытаться отгадать постоянно? Эээ, ну, ну, мысли, чувства человека, или как? Вот. Вот. То есть что будет потом? Что будет потом? Поэтому здесь вы выбираете заветомо проигрышную стратегию. Вот. Это не совсем понятная мотивация. То есть если, если вы его друг, если вы друг, если вы хотите, к примеру, быть только другом ему, вот. Что, в таком случае, как минимум, мне кажется, нужно уважать выбор человека, что он не захотел с вами взаимодействовать дальше. Вот. Как минимум. Как минимум. И соприказаться с ним лучше всего именно в контексте общих каких-то интересов, взглядов, ценностей, да, но не с целью, но не посредством вылезания ему под бантир там и так далее. Вот. Вот. То есть это, на мой взгляд, неэтично даже. Вот. Ну, то есть не совсем этично. Мне представляется. Так, а... Мне представляется вот так. Вот. Я бы все-таки рассмотрел бы ваше отношение к человеку. Да. То есть, грубо говоря, как вы действительно его видите. Вот. Рассмотрел бы его важность для вас. То есть не то, не то, чтобы я там вам не верил или считал, что вы обманываете. Просто хотел бы, чтобы вам самой, может быть, было бы более понятно, что именно вы чувствуете к нему. Мне кажется, так. Мне кажется, вот именно так можно вам ответить на ваш вопрос, который вы задаете. Если совсем уж хочется его узнать получше, то тогда, пожалуйста, проявите понимание, понимание вашей важности того, что мы делаем. Проявите понимание, пожалуйста, деликатности человеческой психики. Вот. Ее нежности, ее деликатности, ее, может быть, даже некоторой инертности. Вот. Проявите, пожалуйста, понимание и выберите эксперта. Попробно расскажите о мужчине, о его заболевании, если оно у него есть. Вот. И после этого уже вам, ну, действительно можно будет оказать адресную, более превентивную помощь именно с профессиональной позиции и с позиции практических рекомендаций. А не с точки зрения предположений, которые могут быть одинаково верными и одинаково неверными. Вот. Просто в силу того, что это всего лишь слова вырваны из контекста. Да. Вот. То есть, возможно, к примеру, в самом, да, вот, стихотворении больше ответов на вопрос, что это значит. Возможно, в самом состоянии мужчины больше ответов на то, почему он историка делает им сказать. Понимаете? Какая история. Но это все, еще раз повторю, это все нужно исследовать. Все это нужно выяснять. На этом все. Я надеюсь, что он помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо.